Субтитры делал DimaTorzok Если нам получится его одолеть, то мы сможем занять эту хижню. И у нас в новом лагере будет койко-место своё. Так, ну что ж, напомню, у нас 30 силы и оружие на 20 урона. Ашрайк полностью комплиентован в доспехах вора и с вот такой вот булавой. Ну что ж, померимся силами с ними. Ну, внезапно нападём, может быть, получится у нас. Скучный бой. У нас получилось. Так, забираем его дубину. Жальшая булава. Так, ну, естественно, заберу у него клык, бокал, остер, два факела, 15 труды, две отмычки и всё остальное. И два лука, кстати, у него есть, да? Два лука мы у него забрали. Или один лук для конника. Окей, ну всё равно, неплохо. У тебя даже не будет времени пожалеть об этом. Ты серьёзно? Я так не думаю. Снова ищешь неприятностей. Проваливай. Проваливай. Поговорим позже. Так, ну что ж. Позже мы разговаривать не будем с тобой. А я нас поздравляю. Эй, ты. Тебе повезло. Но я бы с удовольствием набил тебе морду. Так, а ну-ка ещё раз. Не хочешь больше драться? Ладно. А у нас появилась своя хижина. Бойка места. Так. Сундучок. Что интересного здесь есть в сундуке? Ничего. Так, а мы взяли классную дубину у него. Жалющее булаву. Урон 25. Уже лучше, чем у нас. 5 урона просто так не валяются на дороге. Так, отлично. Мы победили Шрайка. Знаешь, он такие уж мои бессильные. Так, Горн. Зададим ему задание, нет? Из-за Шрайка. Я смог уговорить Шрайка поискает другой дом. Очень интересно, что Горн на это скажет. Ну-ка, Горн. Что ты нам скажешь, расскажешь по этому поводу? Давай, бросай косяк. Зря я вам продал их. Шрайк переехал в другой дом. Хорошо. Торлов только что сказал мне, что хочет переговорить с парнем. Увидимся. Так, выполненные задания. Хижина Шрайка. Горн удивился, когда узнал, что я сумел убедить Шрайка покинуть дом. Думаю, он честный парень. Крутой, но справедливый. Надо будет продолжить наше знакомство в будущем. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Надо будет. Так, одну секунду. Так, ладно. Окей, все. Это наш домик. Ну, довольно-таки неплохой. Сюда вот, или вот сюда вот картину повесить, и вообще будет уютно. Так, идемте дальше по заданиям. Оружие Баллара. Обещал дать мне отличное оружие, если я принесу ему 5 яблок, 2 бутылки рисового шнапса, 5 бутылок пива, 3 буханьки хлеба, 2 куска сыра и 2 ветки винограда. Ну, что-то мне кажется, что он нас жестко обманет в конце, но все же. Очки опыта мы получим. Христианин Горацио. Горацио, фермер на рисовых полях нового лагеря, может научить меня, как наносить более сильные удары. Но пока мне не удастся ответить на его вопрос, зачем? Зачем? А зачем? Так, ну, остался у нас шнык здесь. И Кристианин Горацио, оружие Баллара. Баллара. И все. Можем пойти, кстати, к Торусу. И сдать задание. И у нас останется испытание веры. Надо будет пойти в вторую шахту. Так, так, так. Куда пойти? В новом лагере, в принципе, нам делать больше нечего. Ну, идемте до... Еще раз догораться, с ним переговорим. То, что-то я подзабыл. То он от нас требовал. Что-то не то в этой истории. Что за вопрос такой, зачем? Демте освежим память. И постараемся выполнить это задание. Да, и задание Гомера Шнык. Так, и кто из вас Горацио? Вы же все похожи. Ты должен следить за... Где близнецы? Ну, в принципе, ты прав. Буду рад помочь. Отлично. Отправляйся к Лорду. Он даст тебе воду и расскажет все, что нужно. Так, еще раз, что это? Теперь ты можешь носить эту воду сам. Нет, идемте, давайте выполним задание его сначала. Может, другие там диалоги появятся у него. Ты занимаешься рисовыми полями, так? Ну и что? Ищешь работу? Меня послал Левти. Да, и что он сказал? Я должен отнести крестьянам воду. Хорошо. Вот тебе дюжина бутылок. Крестьян там почти вдвое больше, так что проследи, чтобы всем досталось поровну. Так, еще раз. Так, стоп. Водонос для Левти. Вор из нового лагеря по имени Левти хочет, чтобы я отнес воду крестьянам на рисовые поля. Может, это и глупая задача, но я согласился, потому что именно так и заводится, и заводят знакомство. Мне нужно сначала забрать воду у так называемого Лорда. Лорд дал мне дюжину бутылок. Я их живу в два раза больше. В смысле? Меня послал Левти. Да? И что он сказал? Я должен отнести крестьянам воду. Хорошо. Вот тебе дюжина бутылок. Крестьян там почти вдвое больше, так что проследи, чтобы всем досталось поровну. Дюжину бутылок дал. Дюжину бутылок дал. А где вода у нас? Видео, наверное, точно. Хлеб. Вода 24, окей. здесь вдвое больше дает 12 говорит вдвое больше здесь как дела месте кто у вас главный а кто у вас главного у вас главный ты можешь считать главным нашего лорда но большинство работает на него только потому что боится его головорезов я здесь несколько лет и сыт по горло проблемами с ворами в лагере рисовые поля для меня в самый раз тебя понял меня прислал у левти я принес тебе воды спасибо парень это как раз то что нужно так и как их сейчас не перепутать кому давали воду кому не давали левти послал меня я принес тебе воды спасибо парень в моей глотке сейчас сухо как в пустыне меня прислал левти я принес тебе воды спасибо приятель еще немного и я начал бы пить из лужи так я думал об этом и что что же придумал что нибудь получше нет я так и знал ты по доброй воле работаешь на рисовых полях да верно лучше работать здесь по доброй воле чем под присмотром головорезов лорда понятно что здесь все в рабстве находитесь не могу понять так четверо есть осталось еще двадцать крестьян что мне стоит узнать об этом месте будь осторожен в лагере парень там полно головорезов которые только и ждут очередного новичка вроде тебя меня прислал левти я принес тебе воды спасибо парень это как раз то что нужно кто кто такой лорд он появился здесь одним из первых он появился здесь одним из первых помог основать лагерь и заложить рисовые поля сейчас он просто сидит у себя в амбаре и почесывает живот свинья жирная меня послал левти я принес тебе воды спасибо приятель в глотке у меня сухо как в пустыне кто у вас главный ты можешь считать главным нашего лорда но большинство работает на него только потому что боится его головорезов я здесь несколько лет и сыт по горло проблемами с ворами в лагере рисовые поля для меня в самый раз так ему уже воду мы давали меня прислал левти я принес тебе воды спасибо парень это как раз то что нужно меня прислал левти я принес тебе воды спасибо приятель еще немного и я начал бы пить из лужи левти левти послал меня я принес тебе воды спасибо парень в моей глотке сейчас сухо как в пустыне болотник раздавать продавать было намного веселее меня прислал левти я принес тебе воды Спасибо, приятель. Ещё немного, и я начал бы пить из лужи. Так, следующий. Меня прислал Левти. Я принёс тебе воды. Спасибо, парень. Это как раз то, что нужно. Спасибо. Видимо, голову припекло на поле. Спасибо, парень. Это как раз то, что нужно. Левти послал меня. Я принёс тебе воды. Спасибо, парень. В моей глотке сейчас сухо, как в пустыне. Ну, стойте все на месте. Меня прислал Левти. Я принёс тебе воды. Спасибо, приятель. Ещё немного, и я начал бы пить из лужи. Так. Ты уже пил воды? Ты тоже пил, наверное. Ты этот седой точно не пил. Меня прислал Левти. Я принёс тебе воды. Спасибо, парень. Это как раз то, что нужно. Девять ещё осталось. Меня прислал Левти. Я принёс тебе воды. Спасибо, приятель. Ещё немного, и я начал бы пить из лужи. Меня прислал Левти. Я принёс тебе воды. Спасибо, приятель. Ещё немного, и я начал бы пить из лужи. Меня прислал Левти. Я принёс тебе воды. Спасибо, парень. Это как раз то, что нужно. Так, а ты куда пошёл? Ну, вернись. У нас здесь вода для тебя. Левти послал меня. Я принёс тебе воды. Спасибо, парень. В моей глотке сейчас сухо, как в пустыне. Левти послал меня. Я принёс тебе воды. Спасибо, парень. В моей глотке сейчас сухо, как в пустыне. Пакета последняя, Стасом. Или мы кого-то пропустили? Меня прислал Левти. Я принёс тебе воды. Хоть бери и считай сейчас 24-й. Спасибо, приятель. Ещё немного, и я начал бы пить из лужи. Это да. Начал бы пить. Так, у нас трое осталось. Да, раз. Давайте проверим по одному ещё раз. Точно ли всем мы дали воду? Они так неудобно ходят все из стороны в сторону. Могли кого-то пропустить по дороге. Так, неинтересно. Ребята точно давали. Тебя мы запомнили. Ты тоже пил воду уже. Подожди, не уходи от нас. Ты тоже пил. Так. Ок, пил. Этот пил тоже. Кому-то мы не дали. Ну, этому точно давали. Да. И этому давали. Значит, их не 24, а 21 крестьянин здесь. Ну, или кто-то не вышел на работу сегодня. Руфусу тоже давали. Этому тоже давали. Так, здесь сейчас проверим. Так, гораться удавали. Ну, и всё. Видимо, кого-то нет. Ну, это не страшно. Эй ты, хорошо. Кое для чего ты всё-таки годишься. Думаю, это дело как раз для тебя. Теперь ты будешь разносить воду каждый день. И хватит отдыхать. Иди займись делом. Естественно, мы пойдём займёмся делом. Не переживай. Так, ну что ж. Мы получили левел. Не зря воду раздавали. 10 очков обучения у нас. 10 очков обучения. Акробатику выучить или силы прибавить? На самом деле, вы силы прибавить. Чтоб побольше, чтобы можно было оружие помощнее взять. И урона побольше наносить. Дилемма. Какой у нас уровень? Пятый. Идёмте как раз посмотрим. Там на пятом. Кстати, нас может принять сейчас. Ларс. В наёмнике. Не наёмники, а воры. Там было написано. Пятый уровень требуется. Насколько я помню. Похоже, назревает проблема. Ещё какая. Я не хочу. Нет. Ты должен следить за тем, что говоришь. Ты должен следить за тем, что говоришь. Ты чем-то другим занимаешься. Охронку. Что-то не то. Это из-за этого не случится. Ничем больше не другими занимается он. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Ну как? Этого достаточно, чтобы ты принял меня в шайку? Наши пятый уровень. Мордрак говорил о тебе. Но ты ещё не готов. Занимайся своими делами. Значит, недостаточно заданий выполнили мы. Ладно. Давайте выучим лучше. Больше этого не случится. Когда бывать клыки. Это был вор. Когда смордрак вёл, там около костра был. За лагерем. У него можно было научиться. Или у тебя тоже шрайк. Аня. Со шрайком этот. Больше этого не случится. Извинишь, шрайк. Ветч. Чему ты можешь меня научить? Ну а что ты хочешь узнать? Ну а что ты можешь предложить? Нет. Это воровские умения. Было совсем по-другому. Всё понятно. Давай поговорим о чём-нибудь ещё. Так, на самом деле... Ты должен сходить за тем, что говоришь людям. Я бы прикупил ещё пару свитков. На всякий случай. Я хочу овладеть магическими письменами. Даже у тебя болотник есть. Зелёный новичок. Были времена, когда всё было совсем по-другому. Так. Кольцо могущества. Бонус к силе 5. Кольцо к жизни 10. Кольцо ловкости. Кольцо магии. Это была не слишком умная. Ледяная стрела. 50 стоит. Раз, два, три. Хоже назревает проблема. Я не хочу в это ввязываться. Исцеление нам не нужно. Так, что можно продать тебе? Воду. Сырое мясо. Нет, сырое мясо мы оставим. Его поджарим и дороже продадим. Так, свой меч продадим сразу. Один лук продадим. Так, здесь что у нас есть? А меня не впутали. Рисово шнапса. И штуки. Грибочек. Используем оставим. Весь рис продадим. И ещё не хватает 60. Террафис тоже пошёл в ход. У нас аж три молота. Думаю, нам не нужны они. Два факела продадим. Лык. Бокал. Постер. Какая-то нам пригодится. Ну, так и быть. Немножко руды добавим. И 10 стрел, наверное. Да, вот так вот. Окей, спасибо, маг. Так, ледяная глыба. Стоит манит 3. Урон 50 наносит. 4. Нигденая стрела. 20 урона. А ну-ка. Ладно, ладно. Не будем никого дразнить. Ну, выглядит прикольно. А пятёрка? Так, это ледяная стрела. Это глыба. Ладно, окей. Ну, зачётную булаву у него забрали. Вообще, крутая. Пока меня не впутали. Давай поговорим о... Веришь? А где был? У нас не будут ругать, если мы сюда зайдём? Где наш силос? Это было не слишком умно. Я больше не служил. Что ты делаешь? Готовлю рисовый шнапс, парень. Вот, возьми бутылку. Только не говори силосу. Спасибо. Как идут дела? Я едва поспеваю с этими типами. Боже, сколько же они пьют. Но это к лучшему. Пока я занят делом, шакалы нашего лорда стараются мне не мешать. Не хотел бы я оказаться на его месте. Расскажи мне о лорде. Проклятая свинья. Его головорезы выбирают тех, кто послабее, и заставляют их работать на полях. Единственный, кто мог бы противостоять ему, это Горацио. Я слышал однажды, как он говорил, что с удовольствием вбил бы тупую голову нашего лорда в плечи по самые уши. Но он никогда этого не сделает. Это против его убеждений. Как идут дела? Я едва поспеваю с этими типами. Боже, сколько же они пьют. Но это к лучшему. Пока я занят делом, шакалы нашего лорда стараются мне не мешать. Так, ладно. Что интересно вам? Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Может быть. Телес, подожди. Ничего. А мы что, не можем ничего купить у него? Проклятие! Скорее всего, ты прав. В смысле? Некоторых людей ничего не учат. Так, зря пришли сюда мы. Я думал, у Силуса еды посмотрит. Шнапса купить. Чтобы был у нас для выполнения заданий. А у него купить ничего нельзя. Так, вот у нас для Левти. Ушам своим не верю. Я доставил воду всем нуждающимся. Но теперь Левти хочет, чтобы я этим каждый день занимался. Думаю, этому купиться надо объяснить. Пару вещей подоступней. В смысле, надо с ним подраться. Так, вот для него. Две бутылки риса Шнапса. А, у нас достаточно. А что я подумал? Шесть. Ладно. Так. Так. А давайте пойдем или не пойдем Силы. Силы еще увеличить себе на десять. И... Потягаться силами с Левти. Это надо с ним... Так, еще раз. Думаю, этому тупице надо объяснить пару вещей подоступнее. Ну да. Надо с ним поговорить. И походу у нас будет драка с Левти. А сможем ли мы его одолеть? Шрайка мы смогли одолеть. Но мне кажется, это было чистое везение. А здесь у него еще вот эти головорезы. Так, что делать? Интересно, они будут у нас агриться или нет. Мы это выяснили еще очень давно. Если ты думаешь... Давайте попытаем удачу. Или не попытаем. Попытаем удачу. Давайте. Теперь ты можешь носить эту воду сам. О, нашел себе дело получше. Думаю, стоит напомнить тебе, кто из нас главный. Убей... Это был хороший бой. А то, что было очень-очень неприятно. Так. Нет труды? Ты жалкий бесполезный ублюдок. Хорошо, что хоть не убил нас. Но было начало так себе. Все-таки надо пойти силу поднять. Увеличить силу на 10 и вернуться к нему. Хоть у нас оружие уже помощнее. Помощнее, помощнее. Так. Давайте себе восстановим силы. Порчелист. Суп исползу на наконец-то. Отведаем. Так. Мясо бы поджарить нам надо. Солнечник оставим. Что еще есть? У нас ничего нет. Порчелист. Так. Поставим обратно оружие наше. И попробуем еще раз. Снова ищешь неприятностей? Да. Теперь ты можешь носить эту воду сам. О, нашел себе дело получше. Думаю, стоит нашумить тебе, кто из нас главный. Это был хороший год. Больше не делай этого. Охренеть. Лорд тоже еще нас будет бить. Так мы вдвоем против нас. Это вообще не серьезно. Ты жалкий, бесполезный ублюдок. Поднимайся в жопу давай. Поднимайся. Скорее всего, ты прав. Ну, это не честно. Вдвоем на нас. Это точно не моя проблема. Так, ну что ж. У нас есть, в принципе, заклятие. Не хотел бы я оказаться на его месте. О, и жизнь. Пошли в ход баночки. Так. Скорее. Снова ищешь. Так, ты можешь носить эту воду сам. О, нашел себе дело получше. Думаю, стоит напомнить тебе, кто из нас главный. Тише. Все в порядке. Тише. Все в порядке. Исход уже предрешен. Он это заслужил. Больше не делай это. Лорд, у тебя длинный посох. Проклятие, руты и нет. Так, ну стоп. Забрал оружие у нас. А, нет, он свое забрал. Вот я испугался. Нет, он наше забрал. Но оставил нам получше чуть-чуть. Так, ладно. Сейчас. Сейчас мы вернемся. Подождите, ребята. Так, сейчас. Ты задал мне хорошую трепку, парень. Это был хороший бой, но сейчас он окончен. Встретите попытки. Как дела, друг мой? Ох, парень. Что тебе нужно? Похоже, крестьяне хотят пить. Я разберусь. Не волнуйся. Так, лорд. Платит с него. Будешь жнать. Тоже свали. У лорда хорошее было оружие. Так, жир. 40 руды. Неплохо. Это что? Кольцо жизни. И скипетр. Ну все. Отлично. Так, скипетр. Давайте. Двуручное, да, оружие? Двуручное. Урон 26. Мы у Лефти должны забрать нашу. Так, Лефти. Что-то случилось? Я ничего не видел. Ну и хорошо. Так, заберем у Лефти все, что есть. И нашу булаву заберем. Окей. Так, лорд. Что-то хочешь нам сказать? Есть что сказать, нам нет? Снова ищешь неприятностей. У тебя даже не будет времени пожалеть об этом. Что ты сказал? Снова ищешь неприятностей. Как дела, друг мой? Ох, парень. Что тебе нужно? Как у него челюсть дрожит. Боишься нас? У меня был паршивый день. И я просто хочу немного расслабиться. Просто постоять так минутку-другую. Тебе понравилось, да? Что-то случилось? Я ничего не видел. Ладно. Так, навелези суету. Что здесь еще можно? Ну, гарацию давай, может мы... Сейчас избили лорда. Кстати. Я думал об этом. И что же? Придумал что-нибудь получше? Да, я хочу избавиться от лорда и его головорезов. Хм. Ты будешь далеко не первым из тех, кто пытался сделать это. Я избавлюсь от лорда и его головорезов. Конечно, если ты поможешь мне. Хорошо. Я поклялся, что никогда больше не нападу на человека. Но я никому не обещал не учить других, как правильно делать это. Я весь внимание. Если ты хочешь иметь сильный удар, ты должен знать, как это делается. Это первое, чему учат кузнеца. Учись вкладывать в удар всю руку. От плеча до запястья. Чем лучше у тебя это получается, тем сильнее удар. Я думаю, ты освоишь это довольно быстро. Спасибо за помощь. Используй это знание только по необходимости. И никак больше. Так. Я втолковал Лефти, что ему лучше больше не приставать ко мне со своими предложениями. Некоторые люди не способны понять, когда им объясняют по-хорошему. Окей. Ишна Шрайка. Что еще? Кристиан Горацио. Горацио показал мне, как использовать свою силу в бою и как сильнее бить. Чистейшей души человека. Он нам прям неплохо на 5 поднял силу. Сэкономил ли 5 очков обучения? Нам стоило всего лишь побить Лефти. И Лорда, да? Лорд, привет. Снова ищешь неприятностей. Лефти. Снова ищешь неприятностей. Как у него челюсть дрожит. Так. Ну ладно. Ну все. У нас в этом лагере что осталось? Оружие Баллара. Шныки плотина. Шныки плотина. Шныки плотина. Так. Сказал мне, что одна из шнык портит плотину. Если я смогу остановить ее, то смогу и плотину починить. У шныки должна быть нора или другое укрытие где-то у дальнего края запруды. Где это? Крайний край запруды. За пруда-то озеро, как я понимаю. Наверное, там в лесочке где-то. А кто такой шнык? Здесь что-то интересное есть? Стундучок там или... Нет. Надеюсь, шнык это какой-то кролик маленький. Ну. Где его логово здесь? Так, стоп, 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 стоп. Мы же взяли еще кольцо у лорда. Кольцо жизни. Бонус к жизни плюс 10. Отлично. Так, и нам бы еще жизни заполнить. Пэшку пополнить. Чем? Ну и где шнык? Кто такой шнык? Где его логово? Это барьер, да? Лучше к нему не подходить. Это что за динозавр там? Есть ли это и есть шнык? Чё-то он очень опасно выглядит. Может, его из лука? Расстрелять. Здесь ловкости. А здесь два ловкости. Не хватает. Надо бы хотя бы на пять ловкость поднять. А чем-то да. Издалека бы его вольнуть. У нас есть заклинание, кстати. Давайте заклинание спробуем. Как они действуют? Что из себя представляют? Пол-хп-шки. Ты заморозился? Ну, не такой уж и выглядел опаснее. Стретьки когти у него. То есть когти шныга у запруда. Действительно очень стукают. Это динозавр. Это реальный динозавр. Так, ладно. Получается, еще одно задание мы выполнили. Получается, вот это вот мы использовали ледяная глыба. Она замораживает и неплохо так наносит урона. Урон 50. Она ему пол-хп-шки сняла. У него 100 жизней всего лишь было. А что тогда мы так мало урона ему нанесли? Мы за 4 удара или за 3 удара и остальную хп-шку сняли? 26. Так, а то здесь атака суммируется. Для него защита была серьезная. Очень интересно, но ничего не понятно. Я убил шныга. Молодец. Лорд присланной в помощь несколько людей, чтобы починить плотину. Теперь, наконец-то, я смогу немного поспать. Конечно, молодец. Так, к чему одноручный меч обучен? 5%? А, критическое попадание 5% наверное. Так. Есть идея. Давайте купим кольцо у мага. Которое поднимает ловкость плюс 5. Одно кольцо будет на жизнь плюс 10, а другое вот пускай будет на ловкость плюс 5. Это было не слишком удобно. И, наверное, сейчас отправимся. Выполним задание Торуса. Обратно в старый лагерь пойдем. Заодно по пути поговорили там с тем вором, забыл кого зовут. И выучим. А что мы выучим? Добывать когти, животных, мех, шкуры. Я хочу овладеть магическими письменами. Как же это про себя? Людям не обязательно смать об этом. Так. Где-то здесь было. Тогда все было совсем, потому что я не хочу в это ввязываться. Так. Это плюс к силе. Плюс к жизни. Плюс к ловкости 160. Не хотел бы я оказаться на его месте. А что нам продать? Не хотел бы я оказаться на его месте. Веришь кому ты? А что нам продать? Там мы продаем факел А2. Так всегда. Жирко-то крыса. Что-то не то в этой истории. Так останется. Когти. Слишком уж что слышно. Вот, кстати, выучим когти. Неплохо так. Когти за сколько мы продали-то? За дорого продали когти. За 10, кажется, продали. Так, рисового шнапса. За сколько там надо было? 5 или? 5, наверное. Один продадим. Мясо надо было пожарить. Рис. Весь можно продать. Что еще у нас есть? А можно вот скиптор лорда продать. Этот лук мы оденем. Это большой лук. 200 свайк стоит. Поговорим о чем-нибудь еще. Так уже много получается. Так, неплохо вам продали. Что мы обязательно знать. Это точно не моя проблемена. Когда все было совсем по-другому. Я сомневаюсь, что можно купить еще. Получается 100 золотых. 100 руды лишние. Ледяная стрела. 2 купить. Исцеление. Свет. А где глыба? А глыбу нету больше. Похоже, она заревает. Все было со всеми. Что-то круг третий. Это, наверное, магия. Это руны, наверное. Окей, но мы магию не знаем. Так. Что еще можно купить тогда? Может купить колечко вот это. Жизни. Хотя жизни плюс здесь жизни тоже это очень-очень важный. Я не хочу в этом верно. Для всего ты прав. Похоже, назревает проблемы. Я сомневаюсь, что когда-нибудь изменится. Все было совсем по-другому. Это 60 получается. Нужно добавить. Может быть. Каждый раз одна и три. Так, делаем вот что. Снимаем вот это кольцо. Подожди. Делаем вот так. Я хочу владеть магическими письменами. Продаем опять-таки весь хлам. Да. Весь хлам продаем. Это колечко продаем. Скипетр продаем. Люди всегда был. Вот это продадим. Времена все было совсем по-другому. Времена все было совсем по-другому. Отлично. Идеальный обмен. Считаю. Мы отошли. Не кипишуй. Одеваем сразу эти два колечка. Так, и у нас где-то. Сила 40 и ловкость 15. Сразу же копируем лук. Все, отлично. Так, у нас 7 часов. Будем идти ночью опять. Думаю, успеем. До полночи дойти до старого лагеря. А может не успеем. Не хочется по ночи ходить. И у нас есть 10 очков обучения. Прям очень отлично. Теперь надеюсь, что нам руды хватит. Для того, чтобы выучить добычу когтей, меха. И по пути бы еще травки собрать разные. Потому что мы все запасы потратили на восстановление на хп-шки. После встречи с левти. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь из них. Ну нет. Их там много. Если сейчас загрем всех их, то точно не справимся с ними. Лучше идем. Выполняем задание. Торосу зададим задание о том, что Мордорга. Давайте лук поверим. Вот это, блядь, ты откуда? Возьми ты лук в руки, пожалуйста. Ну да. Вот это сейчас паника была у меня. Вот это была паника. Вот этот шершень навел панику. Шершень, да. У меня аж руки задрожали. Я думал, все, конец игре. Откуда он пришел? Откуда мы его заагрили? С какой стороны? Так, давайте не будем к падочку спиной поворачиваться. Поворачиваться. Да, нет. Он косой. Они сейчас заклюют нас. Нет, нет, нет. Давайте лучше старым добрым, бедерским способом. Булавой. Вот такой. Раз-раз почикали и все. Луком долго бы их валили. Так, что вы всех собрали? Нет, ну и все. Так, что-то интересно здесь вы охраняли, нет? Или просто это голая поляна? Блин, ну этот шершень, конечно, паники навел на меня. Все, идемте ровно в старый лагерь. Никуда больше не сворачиваем. Или сворачиваем. Нет, не сворачиваем. Все, что плохо лежит. А теперь куда? Право-лево. Ничего не понятно. А, это мы обратно к входу вошли. Пришли, вернее. Да. Угадали. Все, идем обратно. Вот, блин. Нет, я черт тоже нас сожрет, если к нему пойдем. Вот, кстати, этот охотник. Вор. Хейден. Хейден. Так, Хейден. Чему-то у нас можно учиться разделывать добычу. Что ты хочешь узнать? Все, абсолютно все. Так, добывать кожу. Добывать когти. Добывать мей, добывать клыки. Как добываются клыки? Главное, не сломать их. Поставь нож примерно на середину зуба и осторожно вытащи его. Клыки есть у волков, глорхов и мракорисов. Волков мы знаем еще, еще есть глорхи и мракорисы. Звучит жутко. Как снять шкуру? Начинать следует с задней части туши, двигаясь к голове. Главное, подцепить ее, дальше все будет легко. Мех стоит очень дорого. Одежду делают из шкуры волка или мракориса. Присмотревшись к меху, ты поймешь, годится он на что-нибудь или нет. А если я захочу снять шкуру с рептилии? Для этого подходят разве что шныги да балотажоры. Нужно подрезать шкуру по краям, и дальше она слезет сама. Вот и вся наука. Балотажоры еще. Ну, шныга мы видели. Покажи мне, как добываются когти. На самом деле это очень просто. Если ты знаешь, что и как делать. Нужно просто отогнуть коготь вперед, только не назад. И не пытайся его выдергивать. Разумеется, в дело идут далеко не все когти. Чаще всего мы добываем их у ящериц. Так, ну мы неплохо так руды потратили. Пусть почти. Ну ладно, зато, зато. Где охота? Где узнать, чему научились? Общая информация. Охота за добычей. Так, знание об вырезании зубов у волков, орчих, гончих, глорхов, мракорисов, ищей, ищейки и кусачей. Знание о том, как снять шкуру с волка, орчих, гончих, мракорисов, тролля. Знание о снятии кожи с балотажоров, шныг. Знание о том, как вырезать когти у ящериц, глорхов, шныг, кусачей и остров. Все звучит, очень опасно это. Хлеб скушаем. Рис пьется? Ну ладно. Так, ну что ж, теперь ни одна туша просто так не пропадет. Так, и мы почти уже дошли до старого лагеря. Так, идемте прямо по тропинке, никуда не сворачиваем. Это я для себя говорю, потому что очень и очень хочется куда-то повернуть, что-то исследовать. Ну все, это очень опасно. Как-нибудь в другой раз. Нам бы броню хорошую. И оружие помощнее. У нас уже 40 силы. А носим оружие, которое требует 26 силы всего. Мы отсюда пришли. Как я понимаю, оружием надо будет выбивать у каких-то НПС, потому что у торговцев ничего, такого добротного, ничего не продается. один шлак. А вот до этого мы... Это что мы там нашли? У Шрайка выбили очень неплохую булаву. И вот это, которое сейчас у нас в Лефте мы взяли. Жала шершня. А в продаже ничего такого нет. Самое лучшее, что продается, это одноручный топор на 13 урона. Всего лишь. Так, ну что же, мы вернулись обратно в старый лагерь. У нас есть 200 очков обучения. Неплохо, так? Абсолютно ничего не учит. Так, сразу вижу сковорточку. Давайте-ка пожарим мясо. Держись. Лучше ни на что не надо как-то. Скорее всего, и хотя бы прав. Да понимай, что это когда-либо изменилось. Как ты раз одна и та же история. Давай поговорим, что мы надеемся. Ты не должен верить всему. Пока мы не учитываем. Это так, понимаем, правда. Окей. Так, а куда нам? Нам нужно к Торусу. Правильно. Еще раз. Нам нужно к Торусу. Я думал это вы. Идем к Торусу, зададим задание. И здесь еще пошарим по лагерю. Пока меня не впутали. Так, вот так, странно, наверное, интересного нет. Физка, кстати. Дай мне пройти. Помолчи. Так, доспехи. Есть для меня доспехи. Что мы что-нибудь обязательно подыщем. Штаны рудокопа. Защита от оружия 15. У нас сейчас 10. Ну, нет смысла. За 5 брони. Покажи, что у тебя есть. Вообще нет смысла. Так, ну, давайте еще раз уже посмотрим, как у него есть. Простой меч. Это то, что мы ему продавали. Верно, верно. Ничего интересного. Опять-таки, максимум 20 у него. Оружие на 20 атаки у него. Что мы продать? Крылья. По 8 продаются. Неплохо. Когтишные на 20 атаки у него. Когтишные на 20 атаки у него. Это точно не моя проблема. Ну и все. Давай нам 24 руды. Руда нам очень пригодится. Я думал, это выяснили. Вистлер. Как дела? Все хорошо. Ты помог мне, я помогу тебе. Я скажу Диего, что ты надежный парень. Естественно, мы надежный парень. Так, ну что, ждем. Оп. Время 10. Торус вроде бы не спит никогда. А-а-а, рад тебя видеть, дружище. Как насчет дневной платы? Ты должен 10 кусков. Помнишь? Еще как жалко 10 кусков руды. Я не буду платить. Ты и так получил с меня более чем достаточно. Ты меня разочаровал. Больше мы не друзья. Сам гляди теперь, чтобы никто тебя не обидел и не ограбил. Не волнуйся, я могу о себе позаботиться. Посмотрим. Нет, мы не передумали. Береги себя, малыш. Это тоже Бладвин. Бладвин буллет. Ты на одну рожу. Больше этого не случится. Скорей. Может быть. Так, идемте к Торусу сразу. Скорее всего, не падай. Торус, мы выполнили твое задание. по поручению магов воды мне нужно по замок. Так, подожди-ка, подожди-ка. Я по поручению магов воды. Мне нужно попасть в замок. Поручение, как же? Амулет свой, ты где-то забыл? Так. Не получилось. Некоторых людей ничего не учит. Больше он не осмелится появиться здесь. Было бы лучше, если бы ты убил его. Это было не слишком умно. Ну, опыта мы получили. А где? Ну, вред труповодство. Задание Торуса. Похоже, Торус рад, что Мордорок больше не шатается по лагерю. Отлично так. И Диего? Больше этого не случится. Что говорят обо мне в лагере? Ну, я поговорил с несколькими людьми. И? Скатти сказал, что он хочет посмотреть, сможешь ли ты потягаться с Кирга. И он очень хочет посмотреть, как ты будешь драться с Харимом. Уистлер рассказал мне о Фиске. Знаешь, на твоем месте я бы забрал руду и смотался. Но как бы то ни было, теперь он о тебе очень высокого мнения. Слай рассказал мне, что ты нашел Нека. Похоже, он тобой доволен. Фингерс рассказал мне, что ты уже кое-чему научился. Но он считает, что тебе еще нужно оттачивать свои навыки. Ты действительно сумел добыть этот рецепт у Коргалома? Декстер удивлен. Да и я тоже. Молодец. Торус сказал, что нам нужны такие, как ты. Это хороший знак. Многие в этом лагере уже готовы поддержать тебя. Но тебе еще нужно пройти испытание? Точно испытание. Береги себя. Испытание Веры Диего послал мне в старую шахту. Я должен забрать список у парня по имени Ян. Эта бумага не должна попасть в руки нового лагеря. В руки нового лагеря. Так, где он даст нам список? Кто-то нам говорил? Торлов, по-моему, или Блэйд? Эй, ты тот самый парень, который хочет присоединиться к нашему лагерю? А что если так? Я мог бы помочь тебе? И как? За лагерем расположились двое типов, один из которых украл кое-что у баронов. Это драгоценный амулет, который должны были прислать с последним грузом. Пока он еще у них. И я думаю вдвоем мы с ними справимся. Что скажешь? Меня это не интересует поговорить с кем-нибудь еще. И что будет, когда мы отберем у них амулет? И что будет, когда мы отберем у них амулет? Дальше все просто. Я верну амулет и получу свою награду. Еще я скажу им, что ты помогал мне, и ты будешь угомиться на хорошем счету. Пополам, естественно. Нет, либо делим награду пополам, либо можешь отправляться туда один. Ладно, ладно, пополам, так пополам. Думаю, нам обоим хватит. Так что, я могу на тебя рассчитывать? Можешь. Ладно, дай знать, когда будешь готов. так, ну что, друзья, наверное, это мы закончим серию, а в следующей серии уже отправимся помогать гриму, отбивать амулет. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии, всем пока. что-то не то в этой истории. что-то Продолжение следует...